Шаббат шалом! И у нас было прекрасное общение с евреями небольшого местечка. Вернувшись обратно домой, мы праздновались с женой у нас дома уже. И знаете, сегодня утром у меня есть привычка выходить, заводить машину, чтобы она немножко прогрелась. И слава Богу, вчера нам послужил один брат и помог автомобилям. Но я не знал всей прелести этого автомобиля, пока сегодня утром не завел автомобиль, чтобы он прогрелся. Как только закрылась дверь, все замки захлопнулись. Я думаю, почему вот так это так нужно? За то время, которое нужно доехать до общины, как раз двери закрылись. А наш друг, он живет в Величевске или в Черноморск сегодня, называется. Мне пришлось звонить и извиняться. Он говорит, ничего страшного, я приеду, пришлось ждать. Так что я был сам в плену сегодня у обстоятельств. Мой выход из Египта был зависим от человека, который придет и нажмет кнопочку, чтобы открыть двери. Вот знаете, этот удивительный мир, в котором ты живешь и думаешь, почему? Фактически, это и тема моего послания сегодня ко всем нам. Те, кто из вас первый раз у нас в гостях, добро пожаловать в еврейскую мессианскую общину Орхомашех, где евреи и неевреи служат Богу Авраама и Цаха и Якова, понимая и веря, что Иешуа, обещанный мессия Израиля, он есть Господин всего. И если вы у нас первый раз, не переживайте. Мне очень часто говорят евреи, говорят, я пришел не к своим, посмотри, сколько здесь неевреев. А вы знаете, сколько неевреев было в Египте и сколько с евреями, неевреем вышло? Вопрос не того, что ты еврей или не еврей, а тому, кому ты служишь. Ведь вопрос в этом состоялся. Каким образом потом сделать общество, которое сфункционировало бы независимо от твоих обстоятельств, чтобы можно было быть частью семьи, которая заботится. И как раз эта тема на Песах, на Пасху, которую мы празднуем. Буквально через неделю будет и христианская Пасха, и восточного обряда. И все же тема такая, что это? Что это за праздник? И самое главное, для кого? Для кого этот праздник вообще нужен? Если смотреть на историю, то мы задаем этот вопрос очень просто. Потому что Исход – это книга, которая показывает события, которых мы сегодня переживаем. Исход 13 глава 14 стих говорит. «Когда после спросит тебя сын твой, говоря, что это? Скажи ему, рукой крепко вывел нас Господь из Египта, из дома рабства». Заметьте, что здесь не очень просто говорится, что Бог нас вывел из Египта. Чаще всего это тот формат, который мы видим в фильмах, который мы видим в мультиках, которые посвящены Песаху. Но он здесь, Бог говорит, обращаясь к народу, говорит, когда спросит тебя сын, что это за праздник, скажи его, что Бог сильно рукой нас вывел из Египта, но Египет является домом рабства. Когда мы задаем этот вопрос, он кажется нам очень непростым. Что это? Что это такое? Что это за праздник? Кушают мацу, поют песни, хоросет, горькие травы, всевозможные. И вспоминают о том, что происходило. Ведь уже прошло 4000 лет с того времени. Так много времени прошло с того исхода, который пережили люди. И все же, когда мы задаем этот вопрос, и мы хотим уйти от него. Фактически, зачем нам это надо? Что это такое? И зачем нам это нужно? По-одесски говорят так, а что я с этого буду иметь? Правда такой вопрос? Чаще всего, а что я буду с этого иметь? Ну, конечно же, когда мы празднуем Песах, мы что-то с этого имеем. Немножко что-то в желудок-то и останется. Немножко пищи, немножко песен, немножко веселых рассказов. И все же это Песах, напоминание. Если так сильно этот праздник для нас важен, тогда мы задаем вопрос, зачем его сделали государственным праздником? Вы когда-нибудь задавались этот вопрос? Вот в Израиле сегодня праздник этот. И празднуют они целую неделю. Через неделю в государстве Украина будет объявлен тоже пасхальные праздники. То есть выходные для того, чтобы мы осознавали о том, что есть такой праздник, как Песах, Пасха. Пасха Господня. Как только мы хотим избежать этих вопросов, что это, да? Почему мы хотим избежать? Наверное, первое, это мы не знаем событий. Мы не осведомлены о тех событиях, которые произошли тогда, в то время. Как Пасха, может быть, еврейская Пасха, мы называем, да, или исход из Египта. Так же и Песах, который тоже является еврейским, но это уже на заре нашего тысячелетия. Вы знаете, событие, которым нас интересует, затрогивает наше любопытство. Может быть, мы спрашиваем, что это такое из-за страха. Знаете, первый страх, который часто встречается, а что на еврейскую Пасху делают? Вот лет сто назад, если бы вы жили бы, вам бы все вокруг говорили, будьте аккуратны, в канун еврейской Пасхи не выпускайте маленьких детей на улицу. Тоже эти евреи такие же хитрые заберут какого-то маленького младенца и сольют его кровь для замеса своей мации. Я вам говорю, какие-то такие странные, каннибальские какие-то такие рассказы были. Во-первых, евреям не разрешалось пользоваться кровью, особенно человеческой кровью, в употреблении. Первый какой-то идиотизм, можно было бы сказать. А вот на самом деле, какая бы Пасха была? Что это? Пасха еврейская, это мы говорим за Египет, и Пасха христианская. Но я скажу так точно, тот же самый еврей, который умирал на Голгофском кресте, это было так и в пасхальный вечер. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Что же это такое? Когда мы думаем об этом, мы задаем несколько вопросов себе. И наши эти вопросы позируются на всех наших чувствах. У человека есть шесть чувств, которые он использует для своего любопытства, для своих вопросов. Это глаза, уши, язык, нос, кожа и вестибулярный аппарат. Другими словами, зрение, слух, вкус, обаяние, осязание, чувство равновесия. Все то, что нас толкает на исследование. Дети исследуют, почему к этой вещи, которая называется утюг, притрагиваться нельзя. Во-первых, он смотрит на него, оно вовлечет, и начинают они притрагиваться к нему, ах, горячо. Языком нельзя, потому что понимаешь, что обожжешься. Невкусно. Но посмотрите, что дети всегда все испытывают своим языком. Все, что они подрастают, все, что на полу лежит, они берут в рот. То есть это любопытство, с которым мы связаны. Когда мы задаем этот вопрос, почему все-таки этот вопрос становится личным для себя. Вопрос, которым мы должны поспать немного. Что это такое? Что это значит? Я могу с уверенностью сказать, что Песох – это не только общественное событие. То, что у нас в законе немножко прописано. Это празднование религиозных праздников. И мы собираемся у себя дома или в синагоги, или же в молитвенном доме, либо это будет в церкви через неделю. Это не только событие общественное, связанное с исходом евреев из Египта, а также и других народов, которые присоединились в то время к этому исходу. Я могу точно сказать, что это всегда был личный исход каждого члена общины. Нет, они общественные только, он и личный. Каждый человек в этом участвовал. Да, общество вышло, но для того, чтобы выйти с этим обществом, к нему нужно было присоединиться. Не только присоединиться, нужно было поверить всему, что общество делает. Иначе ты не смог бы быть частью исхода. На вопрос, что это, можно просто сказать. Это Песох. История исхода евреев из Египта. И все же Бог Израиля желает вывести каждого из нас из дома рабства. Мы, как люди, как творение Божие, мы заключены не только в оболочку нашей плоти, мы заключены в общество, в район, в нашу квартиру, мы заключены в обстоятельствах, которые вокруг нас. И Бог хочет, чтобы мы пережили свободу. Чувство свободы, которое невозможно передать словами. Что это не только восторженное чувство, но это переживание, что ты ни от кого не зависишь, кроме от самого Бога. Как это? Верить человеку, который, как Моисей, сказал, Бог хочет, чтобы вы вышли. Более того, Израиль должен был верить фактически словам Моисея. Но никто, кроме Моисея, не слышал Бога в то время. Знаете, вот представьте себе, человек приходит к вам и говорит, Бог сказал мне, чтобы вы ушли с квартиры. Что вы ему скажете? Квартира моя, никому ее не отдам. Вот здесь вот интересный момент. Как поверить человеку, который слышит Бога, а ты его не слышишь? И Бог говорит, выходите. Они говорят, хорошо, пойдем, но завтра. Как ты докажешь, что ты был послан от Бога? И вот здесь фактически Бог использует тот инструмент, который называется сверхъестественное. В нашей жизни Бог использует сверхъестественное, чтобы показать нам нашу свободу, что мы должны быть зависимы от Бога. Логический вопрос проходит. Зачем? Исход 12 глав, 13 стих. И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь. И увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительны, когда буду поражать землю египетскую. Бог обращается через Моисея к народу. Говорит, вы хотите из выхода... Вот видите, сколько чудес Бог сотворил? Десять казней. Но больше того, мы хотим выйти. Выход этот будет очень уникальным. Нужно будет зарезать ягненка невинного, чистого и так далее. Его скушать. А перед тем, как вы ее скушаете, называется Пасха, вы должны помазать косяки вашего дома кровью. Какой ужас был бы сегодня в нашем современном мире? Вы приходите домой, а у вас на косяках кровь. Что вы подумаете? Наверное, пришли какие-то сатанисты. Принесли и что-то покрасили. Или проклятия какие-то навели. Логический вопрос такой задается каждому человеку. Нормальный человек, который думает. А зачем это Богу нужно было? Зачем Богу нужно было, чтобы кровью пометить косяки главных дверей? Ведь мы же понимаем, очень ясно, что это же знак для него должен быть каким-то образом. Вот я вижу знак, вот я продумима. Бог очень реален для каждого человека. Ведь написано, что Бог всемогущий. Притча 15.3. На всяком месте, очи Господни, они видят злых и добрых. Зачем нужно было на косяках кровь? Отметьте, где живут израильтяне. Только евреи будут там жить. Он же знал всех евреев. Поименно, наверное, знает. Он знает мое имя, ваше имя. Зачем нужно было знак крови? Иеремия 16.7 говорит, очи мои на всех путях их. Они не скрыты от лица моего. И неправда их не сокрыта от очей моих. От Бога никакое дело, никакое действие, оно не сокрыто. Иеремия 23.24 говорит, может ли человек скрыться в тайное место, где я не видел бы его? Говорит Господь. Наполню ли я небо и землю? Говорит Господь. Он говорит простые вещи. Говорит, куда ты пойдешь? И чтобы я не знал. Куда тебе скрыться, чтобы это не произошло с тобой? И послание к евреям. 4 глава, 13 стих. Это Брихаташа, Новый Завет. Нет твари сокровенно от него, но все обнажено и открыто перед очами его. Ему дадим отчет. Кажется, неужели это противоречие? Вот тут Бог делает отметку на закон. Если вы хотите выйти, помажьте кровью косяки вашего дома. И когда буду проходить мимо, я увижу. Подожди, ты же всемогущий, ты же видишь все. Ты же видишь сердца людей, людей, сколько там живут. Ты знаешь, передо мной все открыто. Фактически это не противоречие. Но объясняется очень просто. Бог не сказал, что ему нужен этот знак. Он говорит, я буду проходить мимо. Не мне нужен, я должен проходить мимо. Увижу. Увижу что? Увижу единство. Увижу согласие. Увижу веру. Увижу послушание. Знак этот был дан не для того, чтобы Бог увидел его и прошел мимо. Этот знак был дан для людей. Что когда мы соглашаемся о чем-либо, мы с Богом соглашаемся, мы послушны Ему. И это послушание на самом деле приводит к чудесам. Кровно косяках нужно было не Богу, а израильтянам и всем уповающим на обетование Господне. Всем, включая вас и меня. Нам это нужно. Пасхальная жертва была испытанием веры для человека. На самом деле нужно, чтобы евреи не знали, что их ждет. Им нужно было верить всему тому, что Моисей говорит от имени Бога. И это очень важный момент. Знаете, я думал, а каким образом могло это случиться? Я сделал маленький сценарий, он, знаете, как история. Вот представьте себе еврея, который только недавно зарезал этого ягненка, и он готовится, а сам он пошел кровью, и сопом он помазывает косяки дверей, и проходит мимо какой-то египтян, либо вообще с других народов, потому что Египет был, наверное, страной, которая держала рабство со всего мира. И вот этот сосед, пробегая мимо, говорит, эй, сосед, или там, Йося, ты что делаешь? Зачем кровью мажешь косяки? Это что, новый стиль дизайна у ваших евреев? Он говорит, ну, знаешь что, я не понимаю, но все-таки как бы... Моисей сказал, что в эту ночь что-то произойдет. Мы уйдем так и от вас. Мы так и уйдем. Говорит, а что так просто? Что не могли раньше уйти? Зачем нужно было покрасить это вот такое чудовище сделать, кровью еще косяки? Говорит, я не знаю, но Моша сказал, что не так просто все. Не так просто. Что после того, как Яхве, Яхве, это наш Бог такой, будет проходить мимо, а сзади него идет смерть. И у кого не будет этих косяков покрашенной, они и дети их не старшие, то есть первенцы умрут. Он говорит, ой, ше, подожди, Йосец, и скажи, пожалуйста, а Бог не сказал, может, какой национальности должны быть дети? Вот этого не было. Тогда я побежал. Вы услышите, пожалуйста, меня правильно, потому что в этой, может, иронии есть суть одной части, которая сопровождалась в будущем. Исход из Египта, нашего народа, была проекцией исхода духовного, который произойдет 2000 лет спустя. Когда Ишуа, он объединит в себе все нации, все народы, что через смерть Иисуса, Ишуа из Назарета, еврея, который родился у еврейской мамы, был обрезан, за него принесены были жертвы, он служил Богу, он ходил в синагогу, он исполнял законы, которые были на то время для народа, он взял на себя нечто большее, чем просто Моше, который открыл, говорит, вот, мы выйдем. Он сделал большее. Исход говорит так, «Созвал Моисей всех старейшин, сынов Израилевых, и сказал им, выберите и возьмите себе агнца по семейству ваших и закалите в Пасху. Возьмите пучок Исопа, обмочите в кровь, которая в сосуде, и помажьте перекладины оба косяка дверей кровью, которая в сосудах. И вы никто не выходите из дверей домов своего до утра. И пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на перекладинах и на обоих косяках. И пройдет Господь мимо дверей, и не попустит губителю войти в домы ваши для поражения. Храните сие закон для себя и для сынов ваших навеки, когда войдете в землю, которую Господь даст вам, как Он говорил, соблюдайте сие служения. Когда скажут вам дети ваши, что это за служение, скажите им, рукой их сильной, Господь вывел меня. Участие в детей очень важно. Наши дети должны быть участниками той Пасхи, которую мы проходим. Потому что, объявив тот день ты сыну своему, говоря, это ради того, что Господь сделал со мной, когда я вышел из Египта. Когда молодые дети или молодые юноши, девушки, маленькие дети участвуют в Пасхе, в Песахе, какая бы это Пасха ни была, то ли это еврейская, суббога с ее традициями, то ли это христианская церковь, Пасха, которая тоже традиционно празднуется. Нам необходимо иметь наших детей рядом, чтобы они проходили то переживание, которое мы пережили. Почему? Когда мы рассказываем нашим детям истории наших отцов, мы закладываем мощный фундамент того, что называется вера. Мои дети очень часто, когда они были маленькими, спрашивали, «Папа, расскажи мне, расскажи мне, как мы уверовали, почему мы стали верующими, почему ты стал верующим?» Я мог им рассказать свою историю. Моя история, моя история, но я рассказывал всегда историю моих дедов, что с ними происходило во время войны, как Бог сверхъестественно их сохранил, как они поверили Богу, когда Бог чудеса делал. И я говорил, ради наших отцов, вот то, что с ними происходили чудеса и знамения, я верю, что Бог сохранил его, сохранил меня, и ты сегодня наследник того, что наши отцы прошли. Мы оставляли фундамент веры. Слушай, Израиль, Господь Бог, Бог наш, един есть. Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всеми силами твоими, и добудут слова си, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем. И внушай их детям твоим, говори о них, сидя в доме, идя дорогою, ложась и вставая, навяжи их знак на руку твою, и добудут они повязку глазами твоими. Напиши их на косяках дома твоего, на воротах твоих. Когда же ведет тебе Господь, Бог твой, в землю, которую Он клялся отцам твоим, Аврааму, Ицаху, Якову, дать тебе большими и хорошими городами, которые ты не строил, с домами, наполненные всяким добром, которые ты не наполнял, и с колодецами, высеченными в камнях, которых ты не высекал, с виноградниками и маслинами, которые ты не садил. Будешь есть и насыщаться, тогда берегись, чтобы не забыл ты Господа, который вывел тебя из земли египетской, и еще раз говорит, из дома рабства. из дома рабства. Многие люди, особенно, которые сегодня верующие, уверовали в Вишуа Мессию, они понимают, что есть духовный Египет, тот мир, который держит тебя в рабстве, твоих привычек, твоих, может быть, постыдных привычек, наркомания, алкоголизм, воровство и так далее. Тот мир, который держит тебя рабом, тех обстоятельств, рабом греха. А те, кто вышли из него, понимают, что на самом деле жить по Божьим заповедям легко. Жить по Божьим постановлениям это привилегия. Что это такое Пасха? Для того, Бог говорит, чтобы ты не забыл, чтобы ты не забыл, кем ты был вчера, третьего дня, чтобы ты не забыл, кем Бог хочет тебя поставить. Все же, все происходящее тогда было только всего лишь тенью. Что произойдет через много лет, как жертва Агнца будет принесен Ешуа в заклание. Индивидуально есть личный подход. Каждый человек должен сделать выбор, сделать выход из Египта. Ешуа желает вывести нас из плена, слепых, прокаженных, больных, обреченных, из тьмы в свет, из оков в свободу. Он в лице Моисея, сила Всевышнего представляет тебе выход сегодня. Пасха. Мы уже говорили с вами о шести чувствах человека, которые мы имеем. И все-таки внутри нас есть вопрос, что это? Что это? Если для тебя Пасха всего лишь символ каких-то исторических событий, тебе нужно осознать, что это реальность свободы. Если ты увидишь, что в смерти Ишуа, Иисуса из Нандарета, Его воскресенье, хоть есть тень свободы, которую ты ищешь, воспользуйся. Задай этот вопрос. А почему Он, а не другие? Если ты услышишь для себя сегодня слова, которые подадут тебе надежду в вечной жизни, тогда ты можешь справедливо спросить, что это за праздник? Что мне нужно сделать, чтобы наследовать вечную жизнь? Если ты жажешь свободы, справедливости в жизни, знай, что ее дает только Бог, тогда ради этого спроси себя. Что это за праздник? Может ли этот праздник дать мне свободу? Что это за праздник, когда люди вспоминают о свободе? Достойен ли я этой свободы? Могу ли я пережить эту свободу? В действительности мы можем. Нет никого в этом мире, кто бы не желал бы освободиться от своих долгов, от своих чувств, может быть, ненависти, боли, от болезней, от, может быть, чувства, которые мы боремся, хотим быть другими. Египет был промежуточной картиной будущих событий. Послушайте, смотря на этот Песох, мы можем увидеть, что это было всего лишь промежуточной картиной. В сущности, прообразы Мессии, что произойдет на Глаговском кресте спустя 2000 лет. Избавление не только от физического рабства сегодня предоставляет Мессия, но и от духовного рабства, которое мы имеем, наших проклятий, которые мы чувствуем, нашего ложного или такого масла, когда мы носим маски в этом мире. Бог хочет снять нас, чтобы мы были свободны. Это положение, в котором мы находимся, очень важно, потому что все началось с человека, которому имя было Адам. Адама это человек из земли. После сотворения человек упал, он оказался от вечной жизни, пошел под чувствами своими похоти, можно сказать так. Но Богу было угодно, чтобы сделать выход. Нашел он для души человека вечность. Тело это часть нашей жизни здесь на земле, но душа она вечна. И Писание говорит, что без пролития крови нет прощения грехов. По этой причине были постановлены жертвоприношения, которые в будущем показывали на Мессию. Исаия 53, книга из Ветхого Завета, из Танаха, еврейского Танаха, из тех мест, которые многие читают и может быть задумываются, особенно 22 Псалом, где написано, что он был пронзен. Эти места не из Нового Завета, не из книг, как евреи считают, христианских книг. Абсолютно. Это книги, которые были написаны до рождения Ишуа. Исаия 53. Я зачитываю для тех, кто у нас сегодня в гостях. Может быть, случайно. И скажите, что в этих пророческих местах не написано о том, что произойдет. Что должно было произойти, что произошло. Кто поверит услышанному от нас? И кому открыта мышца Господня? Ибо Он зашел перед Ним, как отпрыск, как росток из сухой земли. Нет в Нем ни вида, ни величия. И мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презирен и умолен перед людьми, муж скорбей и изведавшей болезни. И мы отвращали от Него лицо свое. Он был презираем и мы ни во что ставили Его. Сегодня многие евреи ни во что ставят ни ишуа, ни то, что произошло на Глагофе. Они считают, что это было поражение, а не исполнение пророчеств. Но Он взял на Себя наши немощи, понес наши болезни. А мы думали, что Он был поражаем, наказуем, уничижен Богом, но Он извязлен был за грехи наши, мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истезуем был, но страдал добровольно и не открыл уз своих, как овца веден был на заклание. И как агнец пристригущий Его безгласен, так и Он не отверз уз своих. От уз и суда Он был взят, но урод Его кто изъяснит? Ибо Он отторгнут от земли живых. За преступление народа Моего потерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но Он погребен у богатого, потому что не сделал греха. И не было лжи в устах Его, но Господу было угодно поразить Его, и Он предал Его мучению. Когда же душа Его принесет жертву умилостивления, Он узрит потом все долговечное. успешно будет исполняться рукою Его. На подвиг души Он будет смотреть с довольством через познание Его. Он праведник, раб мой, оправдает многих, грехи их на себе понесет. Посему Я дам Ему часть между великими и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть. И к злодеям причтен был, когда Он понес на себе грехи многих из-за преступления сделался ходатаем. Картина ходатая. Картина того, кто взял на себя добровольно наши грехи. Так что давайте ответим на наш задаваемый с вами вопрос. А что это такое? Что такое Пасха? Что это? Для того, чтобы мы не забыли. Чтобы мы не забыли, что мы любимы Богом. Что Бог нашел выход для каждого из нас. Если мы спросим себя, что это такое? Напоминание того, что Богу не безразличны мы, не наши судьбы. И Бог хочет выйти навстречу. Да, мы празднуем Пасх один раз в год. Но давайте помнить, что Пасх это не только один раз, на несколько часов. Пасх это совершенное состояние. Я вам больше скажу. Больше и больше и больше. В этот день родился наш народ. В Пасх. Я считаю, что это рождение нашей нации, еврейского народа. Но знаете, что? В этот еврейский народ вошли тысячи и тысячи неевреев. И мы говорим, мы одно целое. Послание к эфесянам говорится о том, что Иешуа на Голгофском кресте разрушил стену, которая стояла между евреями и другими народами. Соединил нас вместе. Поэтому когда очень часто наши люди, наши люди с презрением спорят на другие народы, которые верят, что Иешуа является мессией, я говорю, подождите, ведь вместе с Египтом мы вышли, вместе с ними, мы выходили и говорили им о чудесах и знамотмениях и говорили, будь нашим частью нас. С условием, конечно же, условия были. Твой Бог будет моим Богом. Твой народ будет моим народом. И где твой народ умрет, там и я умру. Это послание фактически Песоха для каждого из нас. «Делайте это все в мое воспоминание», пишет Иешуа, говорит Иешуа. «Делайте мое воспоминание». Почему? Все мы блуждали, как овцы. Все мы заблуждались. Есть один Бог, Бог Абрама, Цаха, Иакова. Есть одна жертва, которую Он отдал за нас. И есть одно место, куда мы все идем, с одним условием, если мы в это поверим. Послание 1 Коринфянам, 5 глава, 6 стих. «Нече нам хвалиться. Разве вы не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть нам новым тестом, так как и вы бесквасны. Ибо Пасха наша, Песох наш, Машия закланный за нас. Последнему станем праздновать его не со старой закваской, не с закваской порока, лукавства, но с опресниками чистоты и истины». Я думаю, что Новый Завет Брихаташа открывает, может быть, глубину пасхального события. Он говорит, прошлое прошло. В Песох нужно войти с опресниками, не с лукавством, не с праздником религиозных событий, а с чистотою и истиной, которая внутри каждого из нас есть. Есть разный вопрос. Знаете, вот почему? А почему? Все-таки если умные люди есть, а мы все умные, как было в Бенгурионе, в старом аэропорту написано, не думай, что ты самый умный здесь все евреи. Интересный вопрос. Может каждый человек задать, хорошо, если Ишуа был первенцем у своей матери, у своего отца, будем говорить так, земных родителей, у мамы был первенец, почему тогда он умер, почему он пострадал. Конечно, я не могу вам отдать этот ответ именно таким образом, каким-то теологическим, но я знаю точно, что смерть не прошла Ишуа мимо по одной причине, он согласился взять ее на себя, он знал, что он готовится к этой смерти, он был на это рожден, он был этим агнцем, который возьмет грех всего мира, и фактически еврейский народ, он ожидает мессию, который освободит их, народ, от понятия греха, состояния зависимости от греха, свобода, каждый человек и ищет этой свободы. Ответ очень простой, он Ишуа имел другое предназначение, как я сказал, чтобы стать спасителем не только Израиля, еврейского народа, надежды на него, спасителем всего мира. Сегодня много верующих, да, каждое течение христианского течения, и как будто отделенные от еврейского народа, но вы знаете, что у нас есть один Бог, одна надежда, одно упование. Мы верим, как евреи и еврейско-мессианской общины, мы верим, что Ишуа наш Мессия, Он исполнил пророчества, которые были сказаны о Нем. Да, некоторые пророчества еще не исполнились, потому что мы ожидаем Его Второго пришествия, как и многие евреи ожидают Мессии. Да, но мы видим, что Он исполнил пророчества, которые касаются жертвы за грех, искупление наше. Для этого нужно всего лишь одну вещь – поверить. Поверить, что это истина. Истина проста. Вы знаете, я думал все-таки из всех религий, что же все-таки может дать каждая религия человечеству. Если смотреть, у кого-то там есть познание нирваны, такого умилотворения, ходят, как сумасшедшие люди, всегда добрые. Кто-то может быть очень злым и месть неверным. Знаете, Иешуа – это единственный, который может примирить врагов. Поймите, о чем я говорю. Принятие Иешуа, Иисуса, личным спасителем, меняет мышление человека, потому что он реален и меняет людей и делает врагов друзьями. Я не знаю, как это еще объяснить. И фактически мир может прийти в Израиль и в другие места, если люди осознают, что Иешуа является примирителем. Конечно же, натура человека испорчена, весьма испорчена, крайне испорчена. Мы всегда, если не верим в Бога, не следуем Его положению, нам хочется все изменить в свою сторону. Поэтому в этот Песох я хотел бы призвать всех нас простой вещи. Не просто помнить Песох, не просто праздновать его, а увидеть, что Бог любит нас в первую очередь. Он любит нас. И Его тоже очень любят. Я бы хотел, чтобы мы сейчас просто пристали на наши ноги. Я знаю, что мое послание было очень коротким сегодня, и я рад этому, что не заставляю вас думать долго, решать какие-то вопросы, слушать меня очень долго. Если вы хотите послушать меня еще раз, то можно прийти еще на следующий шаббат. Но сегодня немножко другой подход. я хочу обратиться к вам, дорогие, Пасах, Пасха. Что оно для нас? Что оно меняет в нас? Только ли религиозное состояние, чтобы купить мацы побольше, знаете, так, чтобы на всю неделю хватило, и потом еще раздать соседям. Думать о том, что вот рассказывают нам раввины и медраши всевозможные, посмотреть фильм какой-нибудь, что для нас Пасха? Что для тебя и для меня Пасха? Молодые люди, через неделю будет еще одна Пасха, это только ли крашеные яйца и еще какие-то пасочки, или же это что-то, что меняет человека, что мы осознаем, что нас Бог любит. Каким-то образом, сверхъестественно, Он хочет обратиться к нам. Все, что нам необходимо сделать, попросить Его. Вы скажете, когда человек обращается к Богу, наверное, что-то так дуже тяжело, потому что когда плохо, тогда до Бога, знаете, идем. А нам не всегда хорошо. Даже когда мы думаем, что нам хорошо, нам все равно плохо. Поэтому я вращаюсь сегодня к вам поговорить с Богом. Незаученными молитвами, из Сидура, и мы тоже начитать вам всевозможные вычитать их. Молитва к Богу идет от сердца, как мы обращаемся к нашим соседям, на уважение к нашим родителям. А Он Бог, Творец и Отец всего. И обратиться к Нему можно очень просто, сказав Отче, который на небесах. Если то, что говорит Ребе, оно правда, хоть немножко правда, о том, что Иешуа это тот Мессия, который ожидает весь мир, помоги мне осознать этот Песох и то, что было сделано в этот Песох. Иешуа поднял хлеб, преломил и сказал, это тело мое за вас сломимое. Чашу искупления поднял вот эта чаша прощения грехов. И как просто и так сложно. Помоги мне увидеть в Ишуа в Иисусе из Назарета того обещанного Мессию, чтобы моя жизнь изменилась. Изменилась внутренне, не внешне, просто мы сказали бы, о, теперь я могу делать все, что я хочу, чтобы внутренне мы понимали, что есть Бог, который рядом, который видит все, и решение следует за Дним зависит от меня. Поверить, как поверили все остальные в Египте, что Бог хочет, чтобы мы вышли из рабства, чтобы мы получили наследие и чтобы мы управлялись Словом Божьим из Торы или Библии. Господи, помоги мне. Помоги мне быть с Тобой. Мы благодарны Тебе за это. Если это ваша молитва сегодня перед Богом о том, чтобы познать Его, если вы понимаете, что Ишуа, Иисус сезарета является Мессией и Спасителем мира и ваш Примиритель, не уходите после собрания. У нас первый раз. Пойдите, здесь маленькая комната, где мы пьем чай с людьми, которые первый раз пришли. Подойдите ко мне, подойдите к служителям, которые там и скажите, то, что вы говорили, я хочу узнать больше. помолитесь за меня, поговорите со мной. Если у вас есть ситуация, которую вы не можете решить, скажите, Боже, я тебе эту ситуацию отдаю, как, знаете, вот, знамение, знамение решения. Если ты с нами, если ты со мной, если ты изменяешь мою жизнь, измени эту ситуацию. Да, я говорю, это дерзко, как бы, кидая вызов. Но это ваше упование. Я знаю, в кого я верю. Я испытывал он тысячу раз его, и он оставался верным. Но для нас другой его подход. Мы славим имя Твое, Господь. Мы славим Тебя. Давайте мы в это время, в котором мы стоим, споем песню, которая может изменить наше мышление, приготовить атмосферу для обращения к Богу, изменить нас. Я благодарю вам весьма, тех, кто первый раз пришли. стоите вместе с нами, может быть, вам неудобно, но это почтение, почтение перед Богом. И пускай нас, Господь, сильно, весьма, весьма благословит. Спасибо Тебе, Господь. Субтитры